МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На все вопросы в студии ответит начальник юридического отдела отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Инна Гребенникова. Об этом через несколько минут, а сейчас к новостям. Где можно будет искупаться на крещение и как это делать правильно? К празднику в регионе подготовят 83 купели. Спасатели гарантируют их безопасность. Творят, что хотят. В Новом Асколе прошел третий межрайонный фестиваль технического творчества и 3D-моделирования. На что способен робот Степа, созданный руками школьников? Отливают буквы на специальном станке и вручную набирают текст. В Алексеевке есть типография, где работают на старинных печатных машинах. Как раньше таким способом печатали местную газету и что печатают сейчас? Особый культурный кластер будут формировать в Старом Асколе. Организаторы фестиваля «Арт-Окно» берутся за развитие малых городов. Как принять участие в их проектах? Она мечтает стать офицером-десантником и готова ради этого преодолеть любые преграды. Что сделал фонд «Поколение», чтобы помочь оскольчанке Софье Шипиловой исполнить желание? Сегодня в Белгороде стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Каковы шансы белгородских спортсменок? Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. Ведомство просит учитывать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ при планировании поездок. В пяти странах – Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции – зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа. В восьми – региональные вспышки, в четырех – локальные. Также вспышки гриппа зафиксированы в Грузии и в Украине. Отметим, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Белгородской области на треть ниже эпидемического порога. За помощью к медикам на прошлой неделе обратились пять с половиной тысяч человек. Как сообщили нам в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным оперативного мониторинга, зарегистрировано 12 случаев сезонного гриппа А. К другим темам. Придомовые территории. Кто отвечает за их благоустройство в областном центре? И что считается придомовой территорией? Об этом мои коллеги. В администрации Белгорода сегодня обсуждали новые правила благоустройства и готовится принять городской депутатский корпус. Главная цель – привести региональное законодательство в соответствии с федеральным и дать законное право самим собственникам участвовать в благоустройстве придомовых территорий. Каждый муниципалитет самостоятельно определял их границы. В Белгороде для многоквартирных домов отмерено 5 метров по периметру от жилого объекта. Для ИЖС – 10, для коммерческих объектов – 15 метров. По новым правилам уборка мусора, листьев, покос травы или полив деревьев на этих территориях теперь в зоне ответственности собственников. Они могут это сделать самостоятельно, либо привлекать управляющие компании. На вопрос, кто за это будет платить, отвечают так. В связи с изменением правил благоустройства, в той редакции, в которой сегодня предлагаются они, дополнительной работы управляющей компанией никакой, в принципе, не предполагается. И поэтому ни тариф, ни финансовая нагрузка на собственников никаким образом не ляжет. Город, в свою очередь, заверил, что дорожная сеть и зеленое насаждение вдоль улиц, граничащие с придомовыми территориями, останутся на обслуживании областного центра. В границы приезжающей территории не входят тротуары со стороны уличной дорожной сети. Поэтому вот все, что касается муниципалитета и муниципальной работы, муниципального бюджетного учреждения управления Белгорода благоустройства, ни в коем случае не поменяется сфера ее обслуживания. Как убирали с тротуара, так и будут кратиться со стороны уличной дорожной сети. Как косилась трава на зеленой зоне, если это не входит в переключение, так она и будет. Перекладывания ответственности не будет. Новые правила благоустройства дают городу дополнительные возможности для привлечения федеральных средств по проекту «Комфортная городская среда». А горожанам право в полной мере управлять своим пространством. В регионе православные готовятся к празднику Крещения Господня. По традиции в ночь с 18 на 19 января сильные духом совершают обряд омовения в специально подготовленных для этого купелях. О том, как белгородские спасатели создают место для купания и каких советов нужно придерживаться тем, кто впервые будет нырять в Крещение, в материалах наших корреспондентов. На центральном пляже Белгорода спасатели сегодня приступили к созданию Крещенской купели. Подготовили поручни, трапы и помосты. Толщина льда здесь достигает 47 сантиметров, а глубина самой проруби не превышает полутора метров. Водолазы исследовали дно на наличие колото-режущих предметов. Купель полностью пригодна для погружения. Тут же нашлись и желающие из числа опытных моржей, которые проверили ее на прочность. От погружения в холодную воду следует отказаться людям с хроническими заболеваниями и нетрезвым гражданам. А для тех, кто в этом году впервые решит на Крещение окунуться в ледяную прорубь, спасатели советуют не рисковать и следовать простым, но действенным советам. Мне целесообразно сразу в ледяную воду окунаться, тем самым подвергать себя риском заболевания, стрессу организма подвергать. К этому надо готовиться. Данное мероприятие несовместимо с упротивлением алкоголя ни до, ни после. Если вы решились окунуться, значит, не надо заблаговременно раздеваться и стоять на открытом воздухе раздетым. В 2019-м организовано 83 места для купания, что на 5 больше в сравнении с прошлым годом. В Белгороде это центральный пляж, левый и правый берег клуб закаливания «Белгородец» и водно-спасательная станция. Спасатели ожидают свыше 4000 желающих окунуться в проруби. В общей сложности будет привлечено 654 человека и будет привлечено порядка 250 единиц техники. Из них 20 единиц плавсредств и 6 комплектов водоназного снаряжения. Сейчас мы собираем информацию, распределяем по всем районам то, что у нас есть, для того, чтобы организовать пункты обогрева, для того, чтобы в этих пунктах обогрева, где можно переодеться, обсохнуть, растереться полотенцем, организовать горячий чай. Ну и, соответственно, везде в этих местах будут находиться на дежурстве сотрудники МЧС, бригады скорой помощи. А в саму Крещенскую ночь, по прогнозам синоптиков, ожидается достаточно комфортная температура до минус 5 градусов с незначительными осадками. Александра Прозорова, Дарья Яготинцева, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. 9 января вступило в силу указание Банка России, по которому стоимость полисов ОСАГО будет рассчитываться страховщиками по-новому. Изменена система определения коэффициента возраст-стаж. Вместо четырех категорий теперь 58. В нюансах разберемся со специалистом Инной Гребенниковой, начальником юридического отдела отделения Белгород Банка России. Здравствуйте, Инна. Добрый день, Ларьков. Главное изменение – возраст-стаж, я так понимаю. Это единственная новация, единственное нововведение. И что изменяется? Расскажите. Реформа ОСАГО большая и комплексная. В конечном итоге она нацелена на то, чтобы установить индивидуальный тариф для каждого автовладельца. Для перехода к индивидуальному тарифу, конечно же, требуются большие глобальные изменения в законодательстве, которые сейчас широко обсуждаются. Со своей стороны Центральный банк, как вы видите, предпринимает шаги. И на первом этапе претерпел изменение расчет коэффициент возраст-стаж, так называемый КВС. Действительно, если раньше при его расчете использовалось 4 категории, то теперь их 58. Кроме того, меняется тарифный коридор и сама система присвоения коэффициента бонус-малус. Ну, наверное, гражданам больше всего интересно, кто будет платить меньше, кто больше, кому ОСАГО будет обходиться теперь дешевле. Я очень надеюсь попасть в эти категории. Расскажите, пожалуйста. Наибольшая скидка при расчете по коэффициенту возраст-стаж будет предоставляться автовладельцам, возраст которых 59 лет и более, при наличии стажа вождения 6 лет и более. Молодым автолюбителям, неопытным, конечно же, этот коэффициент будет повышен. Автомобилистам в возрасте от 30 лет при наличии стажа вождения более 9 лет этот коэффициент будет снижаться. И, конечно же, скидка будет предоставляться тем автолюбителям, возраст которых 35 лет и наличие стажа вождения 6 лет и более. Ну, то есть наиболее выигрышная категория – это те люди, которые имеют, ну, скажем так, и уже возраст соответствующий. Количество стажа вождения и определенный возраст. И стаж вождения, что главное, без аварийный, да? Безусловно. Ну, и что касается тарифного коридора, разница между стоимостью страховки теперь плюс-минус 20%. Как это понимается? Абсолютно верно. Тарифный коридор расширен на 20% как вверх, так и вниз для всех видов транспортных средств, за исключением мотоциклов. Для мотоциклов тарифный коридор, как верхняя его граница, так и нижняя, будет снижена. Если раньше верхняя граница коридора составляла около 1580 рублей, то теперь верхняя граница коридора снижена примерно до 1400 рублей. Так, ну, вот вы сказали, бонус-малус, насколько я понимаю, это скидка на безаварийное вождение. Абсолютно верно, да. И чаще всего именно на эту скидку при расчете стоимости ОСАГО жалуются, в том числе и белгородцы. Расскажите, почему жалоб больше всего именно на этот коэффициент? Абсолютно верно. Жалобы многочисленные. Изменения и применение расчета коэффициента бонуса-малуса при расчете стоимости страхового полиса по-новому будет применяться с 1 апреля 2019 года. Коэффициент бонус-малус, как мы правильно заметили, предоставляется как скидка за безаварийную езду. Жалобы на этот сегмент в сфере ОСАГО, в том числе и среди жителей Белгородской области, наиболее многочисленные, ввиду того, что порой он часто обнуляется, задваивается. Либо при окончании действия страхового полиса и заключении нового договора страховщик предоставляет не совсем актуальные сведения в единую базу данных. И, соответственно, его применение получается либо в задвоенном формате, либо же какое-то искаженное. С 1 апреля 2019 года будет применяться единая система, когда коэффициент бонус-малус устанавливается один раз в год по состоянию на 1 апреля и будет не изменен. Такой подход как раз позволит исключить злоупотребление при применении этого коэффициента и исключить вот эту систему задвоения. В дальнейшем, конечно же, для тех, у кого в системе значатся два коэффициента и более, он будет присваиваться наименьший, наиболее выгодный. И в течение года, как я уже сказала, он меняться не будет. Устанавливается он по состоянию на 1 апреля. То есть я так понимаю, что за этим коэффициентом должен следить еще и сам автолюбитель, да? Например, при замене водительского удостоверения по истечению срока годности. 10 лет, по-моему, да, оно у нас действует. Вот, например, ситуация моя личная, да, я водительское удостоверение поменял, но совершенно не забыл и не знал об этом, что нужно пойти в страховую, показать, что вот мое новое удостоверение, у него новый номер и, соответственно, те скидки, которые были на моем старом водительском удостоверении, должны мне перейти на новое. Я этого не сделал. Машину застраховал. Вот теперь страховать в июне. Как мне быть? Когда вы вновь обратитесь за страхованием своей автогражданской ответственности при заключении полиса на новый страх, вы должны в заявительном порядке предоставить страховщику все ваши новые данные, в том числе и новый номер вашего водительского удостоверения. Независимо, в какую компанию я пойду. Независимо, потому что система единая и коэффициент бонус-малус будет формироваться один в этой системе, как я уже заметила, он должен быть один и, соответственно, вы в заявительном порядке при обращении к любому из страховщиков должны предоставить новые сведения и попросить их внести корректные в новую базу данных. Ну, то есть мне не переживать, все мои скидки, они сейчас память их в системе помнят, да? Как раз система и назначена на то, чтобы она была прозрачной, простой, чтобы каждый автовладелец знал свой коэффициент, потому что порой он часто обнуляется и становится единицей, что невыгодно, естественно, автовладельцам, которые безаварийно ездят. Да. Еще раньше мы слышали о таком понятии, как сгорающий бонус, это в случае перерыва в использовании автомобильного, транспортного средства. Как будет теперь? Действительно, такая проблема существовала. Зачастую, если автовладелец каким-то образом не пользовался транспортным средством, либо не заключал договор долгое время, либо не был вписан в полис ОСАГО, его коэффициент бонус-малус становился единицей. Теперь эта проблема будет решена ввиду того, что он будет, я говорила, устанавливаться один раз и в течение года будет неизменен. Если же был какой-то промежуток, да, автомобиль был продан, либо вы не пользовались ввиду того, что он был каким-то образом поломан автомобиль, либо же вы продавали и долгое время не приобретали новое транспортное средство, то этот коэффициент будет фиксироваться последний, на последнюю дату, когда он вам был присвоен. И, соответственно, при заключении нового договора он будет присваиваться вам тот прежний. Сгорать не будет ничего? Уверена, что да. Хорошо. Ну, очень простой вопрос. Кто от этих нововведений выигрывает? Автолюбители, страховые компании? Конечно же, выигрывают автолюбители. Те порядочные и аккуратные водители, которые... Да, вот стоимость, насколько влияет стоимость ОСАГО в зависимости от стиля вождения и в целом аккуратности водителя? Добропорядочные и аккуратные водители, конечно же, в этом случае будут выигрывать. К сожалению, те лихачи, те водители, которые часто попадают в ДТП, вынуждены будут платить более за свою ответственность. И, конечно же, реформа и нацелена на то, чтобы индивидуализировать этот тариф и поддержать тех порядочных, аккуратных и ответственных водителей, которые в настоящее время до настоящих нововведений переплачивали за тех, кто попадал в ДТП и водил неаккуратно, без опыта. Так, ну вы сказали лихачи, которые попадают в ДТП. Ну, вы знаете, есть и законопослушные водители, которые попадают в нелепый ДТП, там засмотрелся, отвлекся, бывает такое. И, соответственно, для них будет при следующем оформлении полиса ОСАГО повышаться коэффициент, учитываться. Вот вопрос такой, будет повышаться и учитываться этот ДТП, коэффициент будет повышаться во всех страховых компаниях одинаково или... База единая, которая общая, предоставленная Российским Союзом автостраховщиков, она едина. Из нее данные берут все страховщики при формировании и заключении договора ОСАГО. То есть все в единой базе, в любом регионе можно... Куда бы вы ни обратились. Ну, все понятно. Большое спасибо вам. Спасибо, Иван Викторович. Сейчас у нас погода и блок полезной информации, а сразу после мы продолжим. Во второй части программы вы увидите. Творят, что хотят. В Новомосколе прошел третий межрайонный фестиваль технического творчества и 3D-моделирования. На что способен робот Степа, созданный руками школьников. Отливают буквы на специальном станке и вручную набирают текст. В Алексеевке есть типография, где работают на старинных печатных машинах. Как раньше таким способом печатали местную газету и что печатают сейчас. Особый культурный кластер будет формироваться в Старом Осколе. Организаторы фестиваля «Арт-Окно» берутся за развитие малых городов. Как принять участие в их проектах? Сегодня в Белгороде стартовало первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Каковы шансы белгородских спортсменок? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова